Всем добрый день, мои дорогие друзья! Сегодняшнее видео, видео в копилку моих видео по теме реабилитации. Сегодняшняя тема, это тема неправильных позиций у наших детей. То есть, сегодня я вам расскажу о шести наиболее распространенных позиций, в которых нельзя находиться нашим детям. Почему? Потому что эти позиции приводят, первое, к сколиозу, то есть искривление позвоночника. Второе, это проблема мосанки. Третье, задержка в развитии ребенка. И это также может препятствовать устойчивости моторных навыков. Не нужно акцентировать внимание на этом, но просто может быть подойти и, мягко сказать, ребенку, что нужно поменять позицию. Таких позиций в моем списке всего шесть. Начнем с самой последней. В положении сидя, когда ваш ребенок сидит и делает уроки, и подгибает под себя ногу. В течение детства у ребенка развивается позвоночник. И если такая позиция на стуле входит в привычку, то со временем это становится проблематичным, и это приводит к искривлению позвоночника. Причем к искривлению позвоночника в нижнем отделе. На пятом месте положение в форме W. То есть, когда ребенок сидит на полу, и когда его ножки формируют такую букву W английскую, это положение тоже считается неправильным. Потому что в этом положении идет, вместо того, чтобы нагрузку на себя брал наш корпус, очень идет большая нагрузка на колени, на коленные суставы, на коленные чашечки, на связки. Позиция номер четыре – это позиция сидя на коленях, причем пяточки загнуты вовнутрь. В таком положении опять же идет большая нагрузка на коленный сустав. И второе – это идет выкручивание, выкручивание ножек вовнутрь. Третья позиция – это позиции сидя на боку. В этом положении, во-первых, идет искривление позвоночника, есть риск возникновения сколиоза. И во-вторых, опять же, очень большая нагрузка на колени, на коленные суставы. Следующие две позиции – это позиции лежа. Позиции лежа перед телевизором на животе. Первая позиция – это загибание ножек вовнутрь. И вторая позиция – это тоже позиция на животе, но выгибание ног к внешней стороне. То есть в обоих позициях идет очень большая нагрузка, опять же, на коленные суставы, потому что в таком положении сустав, он как бы вывертывается, заворачивается. Вместо того, чтобы находиться в прямом, в нормальном, в естественном положении, происходит такое выкручивание коленного сустава. Опять же, происходит нагрузка на связки, на мышцы и на сам коленный сустав. Это были шесть позиций, которые могут привести к нарушению в развитии ребенка в будущем, либо могут стать проблемой, проблемой, с которой столкнется ребенок в будущем. Я, например, такой небольшой совет, я просто распечатала все эти позиции и повесила у себя на кухне, на шкафчике. Таким образом, например, мои дети, они знают, что так сидеть, лежать нельзя. И это очень легко исправить. Хочу посоветовать для вас, для родителей, такой небольшой эксперимент. Выберите любую позицию, любое положение, которое я предлагаю в данном видео. И попробуйте так сесть. Посмотрите, какие структуры берут на себя нагрузку. Я думаю, вы сразу почувствуете очень большую нагрузку на колени. Причем корпус при этом работать практически не будет. Что в нормальном состоянии должно быть? Как раз таки наоборот, основную нагрузку берут на себя мышцы корпуса, а колени должны находиться в расслабленном, свободном положении. Я надеюсь, что видео было полезным для вас. Если вам понравилось, пожалуйста, оставайтесь со мной. И до следующих видео. Всем хорошего дня и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok